Все, 22 рубля с вас сняли. Пожалуйста. Быстро, удобно, вводить пин-код не надо, а главное повторное снятие денег с банковской карты в автобусе исключено. Так работает новая система оплаты за проезд. Кондуктор автобуса номер 30 Светлана с удовольствием демонстрирует процесс. Говорит, ничего сложного. Прогресс дошел до того, что купить билет сейчас можно даже с бесконтактной банковской карты через телефон. Я думаю, молодежи очень даже легко перестроятся. Сейчас, мне кажется, уже и пенсионеры, и все более современные. Удобно, что без денег, без дачи, без ничего. С 16 ноября оплачивать проезд по банковской карте с ЧИПа можно на четырех городских маршрутах. Номер 11, 30, 120 и 128. Новыми терминалами обеспечили всех кондукторов этих автобусов. Всего было приобретено порядка 80 новых устройств, которые как раз были переданы для эксплуатации в компанию перевозчика. Был проведен полностью семерар обучающий с кондукторским составом перевозчика. Оплачивать проезд по безналичному расчету в одно касание комфортно будет всем. Не только жителям областной столицы, но и гостям нашего города. Только на руках россиян 250 миллионов банковских карт. Очевидный плюс для транспортных операторов, для перевозчиков, для города, для пассажира такой, что карты уже на руках. Система оплаты за проезд по банковской карте уже три года практикуется в Лондоне. Это значит, тюменцы отныне будут ездить по городу на европейский манер, экономя время и нервы. Пока этот проект пилотный, но со временем подобную систему оплаты планируют внедрять во всех городских маршрутах. Администрация города Тюмени очень заинтересована в развитии работы общественного транспорта, в повышении качества предоставляемых населению транспортных услуг. И как раз таки внедрение данного пилотного проекта в первую очередь направлено на это, чтобы пассажирам нашего общественного транспорта было комфортно. Кстати, банковские карты в автобусах не единственное нововведение с ноября. По многочисленным просьбам тюменцев на маршрут номер 25 вернут гармошки. Сегодня с Войновки до железнодорожного вокзала ходит 40 автобусов, каждой вместимостью до 100 человек. А вот гармошки в час пик вмещают почти 200. Кроме того, до весны по улицам города будет курсировать на 70 автобусов больше обычного. На рейсы вышли машины, которые летом ездили на дачи. Анастасия Лизаревич, Алексей Красных, Тюменское время.